Народный банк Китая Это все примочки, которые проблему пузырей не решают. И тут надо либо продолжать надувать пузыри, но для этого понадобится на порядок больше средств, либо приспускать пузыри, но при этом нести убытки. И все это не повышает ВВП Китая, хотя они и рисуют рост. На самом деле нет. Реальный прирост экономики у Китая бесписывался за счет прироста внешней торговли. Это положительная сальда торгового баланса. Пока у них действительно положительная сальда торгового баланса большая, но при этом падает экспорт и импорт. То есть абсолютные масштабы внешней торговли в 2015 году упали. В этом году, я думаю, что дальнейшее снижение экспорта и импорта, и я думаю, что дальнейшее будет гораздо более скромным. Соответственно, и прирост будет более скромным. Валентин Катасонов уверен, китайская экономика повторяет путь японской, которая после окончания японского чуда в 1980-х стагнирует. И это является угрозой и мировой экономики в целом, и экономикам всех стран в отдельности. Сейчас все взаимосвязано. В Китае начнется серьезный кризис, и, безусловно, моментально превратится в глобальный кризис. Поэтому мы продолжаем по инерции говорить. Экономика Китае, экономика США, экономика России. Это практически все сегменты одной мировой экономики. Если у человека заболела печень, то через некоторое время начинает болеть все тело. Точно так же и здесь. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Продолжение следует... Продолжение следует...